Ним представляет Жил в старину один король Страной волшебный правил он Народ его боялся И страхи разбегался И всё бы шло неплохо, когда бы не дракон Эй-хо, смело в бой! Смерть дракону! Смерть дракону! Эй-хо, смело в бой! Все на бой драконом! Эй-хо, смело в бой! Не уйдёшь от нас живой! Эй-хо, смело в бой! Все на бой драконом! Картофелины и драконы Дама-рыцарь, Большая Мама Большая Мама, заплечных дел мастер Я же просил не устраивать никакого шума Сегодня к нам прибывает герцогиня Сахарная Свёкла О, роскошная герцогиня! А как в неё влюблён этот болван Мерлин? Но она будет моей! Я приготовил ей такой подарок! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! О! А это ещё что за зверь? Это я спастерил для нашей герцогини Она так любит маленьких собачек Механическое чудо, правда? Механическое или нет, но если она сунется к моему флакону духов, я вышвырну её на помойку Едет! Едет! Герцогиня прибыла! А ну, отойди Она приехала на велосипеде? Капля пота осьминога сделает духи ещё лучше Хе-хе-хе-хе Что это за замок? Никто меня не встречает И даже место для велосипедов не оборудовано Ой, кто это? Гарри, сынок! Мальчик мой! Мамочка! Мерлин, если это герцогиня, она твоя! А, Мелоди, от всей души дарю тебе эти духи Вон! О, какой хорошенький! Обожаю скверных негодников! О, фу, что это такое? Ммм, дивные духи! Узнаю, это пот осьминога! Я приехала узнать, как исполняет свои обязанности мой сын Надеюсь, вы довольны, ваше величество Ведь мы, королевские палачи, уже в двадцатом колене Хе-хе, как мило! Да, кстати, я встретила по дороге герцогиню Она слегка подгорела И сказала, что передумала ехать в ваш замок Я хочу взглянуть на дракона, который её поджарил Я же говорю, я люблю Пшал! Хулиганов Прибыл доблестный рыцарь каменной мышцы Прекрасно! Может, он, наконец, справится с драконом? Гарри, выясни, так ли он силён, как себя величает Гарри! Что он сделал с тобой? Никто не смеет бить моего драгоценного Гарри! Вот тебе! Вот! Но вот, на и куча! Гарри, какая у тебя могучая мама? Есть одна идея И бабах! Этому террористу конец! Эй! Ты что подслуживаешь там? А ну, марш отсюда! Клоп любопытный! Знаете, что придумал король? Чтобы Гарри разозлил дракона И тот поджарил его Тогда мама Гарри придёт в ярость Превратит дракона в месиво И покончит с ним! Я знаю, как утихомирить большую маму Мерлин, нужна твоя помощь Эй! Ты, дракон! Хватит прятаться в пещере! Выходи, трус, урод! Червяк перерос так! Если бы мне сказали такое Я бы взбесился Я бы от злости заполыхал Не простил бы ни за что оскорбления Дракон хотел тебя опалить А в меня попал случайно Неужели ты не ответишь? Ему надо отплатить тем же Может, вашу маму лучше позвать? Она узнает, что дракон с вами сделал Я-я-я-я-я-я! Ну вот, радуйся, наш план удался, Гарри Твоя мама, как тебя увидит, сотрёт в порошок мерзкого олуха Я имел в виду не тебя, Гарри Я говорю совсем о другом олухе Почти готово Мама Мой бедный ребёнок, я из этого дракона рагу сделаю Быстрее, Мерлин Притворяешься, что спишь Меня не проведёшь, хилое ничтожество Когда я с тобой расправлюсь, из тебя даже дамскую сумочку нельзя будет выкрыть Вот это называется карусель Ты пожалеешь, что обидел сына большой мамы Я не могу смотреть на эту карусель, мне сейчас будет дурно Мамо-у Мамо-у Мама. О, прости, крошечка, дракончик. Как я жестоко. Отныне я буду добрый, хороший. Наш дракон спасен благодаря механи... Ой, милому малышу. Горя, отремонтируй пещеру дракона. Сделай ее более удобной для растущей семьи. А вы, я надеюсь, пригласите его в свой замок на знатный обед. Да, это вы виноваты. Мат называется. Вас пробери дурацкой механической игрушкой. Нет, большая мама, нет. Прошу вас, не надо, не надо. Улыбнитесь. Автор идеи Ян Ван Риселберж. Режиссер Жан Кристоф Роже. Совместное производство Канада-Франция, 2003 год. Фильм озвучен фирмой СВДубль по заказу ГТРК «Культура». Альфаним представляет. Жил в старину один король. Страной волшебный правил он. Народ его боялся. И страхи разбегался. И все бы шло неплохо, когда бы не дракон. Хей-хо, смело в бой. Смерть дракону, смерть дракону. Хей-хо, смело в бой. Все на бой драконам. Хей-хо, смело в бой. Не уйдешь от нас живой. Хей-хо, смело в бой. Все на бой драконам. Картофелины и драконы. Рыцарь Троглодит. Доисторическая история. Хе-хо, здорово. И-хо-хо, и-хо-хо. Вот, превосходное место для пикника. Говори, ко мне. Хе-хо, смело в бой. Ничего так не румянит щеки, как хороший морозец. Эта гнусная рептилия снова испортила мне пикник. А-а-а! У-у-у! Доисторический человек. А-а-а! А-а-а! Поразительно. Это Пятикантроп, первобытный охотник, замерзший во льдах 300 тысяч лет тому назад. Он что, охотился на динозавров? Конечно. Доисторически люди были очень сильными и ничего не боялись. А-а-а! Что тебе больше нравится, Рири? Звуки музыки или запах роз? Э-э-э, даже не знаю. У меня насморк. Э-э-э. В вопросах любви ты безнадежен, Рири. В тебе нет никакой романтики. Э-э. Плохие новости! Король Кьюга хочет оживить первобытного охотника и натравить его на дракона. Нужно что-то предпринять. Не волнуйтесь, он не оживет. Я просто морочу королю голову. Хе-хе-хе. Хе-хе. О, ваше величество. У меня все готово к эксперименту. Э-э-э. А-а-а! О, увы. Не выходит. Что ж, попробуем снова через пару столетий, когда наука шагнет вперед. Э-э-э. 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 Ай. Э-э-э. Э-э-э. Хо-хо-хо. Я думаю, наш дракоша скоро покинет этот мир. А-а-а. О, я вижу, вы проголодались, мистер Э-э-э. Фонф. У. Вот именно, мистер Фонф. Я знаю, где найти большого ящера на обед. Вряд ли он вас понимает, ваше величество. В нем больше от животного, чем от человека. Не хотите ли закусить большим драконом, мистер? Громф? Помоги, Ри-Ри. Нет, нет. Зачем вам мелоди, мистер Фонф? Вам нужен дракон. Видите? Он совсем как динозавр, только еще вкусней. Скорее в пещеру. Дело плохо. Быстрее, быстрее. Он учуял дракона. Дракон, берегись. Хватайся. Ай. Есть хорошая новость и плохая новость. Начну с хорошей. Доисторический человек прогнал дракона и занял его пещеру. Вот и чудесно. Ну, а плохая новость? Эээ, дракон поселился в замке. Есть лишь один способ избавиться от дракона. Нужно прогнать пятикантропа из пещеры. Мерлин прав, ваше величество. Вы не можете всю жизнь ходить в доспехах. Не собираюсь помогать гнусскому ящеру вернуться в свою пещеру. Ваше величество, пятикати, пантри-кантри. В общем, этот волосатый парень похитил принцессу Мелоди. Ах, Гарри! Тупица неуклюжий! Слушай, Мерлин, ответь мне на один вопрос. Пещерные люди едят королей? Эээ, насколько я знаю, нету, ваше величество. Тогда пошли. Хотя тогда королей не было. О, Мелоди, слава богу, ты жива. Как видишь. И вообще, Рири, мистер Гронф очень симпатичный. И в отличие от некоторых, он настоящий романтик. Он женат. Ну, значит, договорились. С этих пор мы друзья. Больше ты меня не сжигаешь. Блеск. Автор идеи Ян Ван Риселберж. Режиссер Жан-Кристоф Роже. Совместное производство Канада-Франция 2003 год. Фильм озвучен фигуру